При подведении выникал представники Генерального штаба Узбройных сил Республики Беларусь, военный комиссариат Брестской в области, командование войсковой части, дали высокую оценку докладному и зладженному выполнению поставленных задач. Эта задача, которая ставилась перед военными комиссариатами области, была выполнена точно и в срок. И с хорошим качеством мы поставили мобилизационные ресурсы 46-й арсенал. Давно уже такие задачи не выполнялись 46-м арсеналом. Это было, наверное, впервые в нашей Суверенной Республике Беларусь. С хорошим качеством военнообязанные подошли к выполнению задач. Довольное руководство вооружения Министерства обороны вооруженных сил и руководство самого 46-го арсенала. На войсковые сборы были призваны 344 военнообязанные из 8 районов Брестской в области. У минулого теоретичные и практичные занятки, транспортировка, размещений и улик боеприпасов, выезд на полигон. И тех, кто поспехово справился с поставленными задачами, чекали узнагороды Адемия Галона-Командующего, Министра обороны Беларуси и загадчика Генерального штаба Узбройных сил, областного и районных комиссариатов, Берозовского райвы-Канкама и районного совета депутатов. Организации в области, откуда они были призваны. Я награжден макетом боевого оружия. Макетом, повторяю, не боевым оружием, макетом. Но это на память. Но это, скажем так, я потом узнал, это было решение командира части. За той месяц, что военнообовязанные провели на учебных сборах, они смогли не только одновить отриманные подчас проходжения терминовой службы навыки, али и пополнить свой багаж новыми ведами и умениями. А самое головное доказали, что безпека нашей краины в руках соправдных мужчин. Я считаю, что данные сборы очень положительно сыграли на многих людей. Люди вспомнили, некоторые служили в этой части, точно так же, как и я. Поэтому сборы дали, в общем-то, многое. Покидаючи КПП, на свои працонные места вертаются специалисты, які у выпадку необходности здольны оборонить гонор и суверенитет незалежной Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин